Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком» тема «Война. Вопрос 3280». «Как по-вашему, не ведется ли против России, кроме экономической, еще и духовного войны?» Отвечает Игнатий Лапкин. «Ведется в совсем неприкрытом виде. Официально регистрируются всевозможные секты в отделах юстиции. Об этом пишут в церковной печати. Тут есть и Дворкин, и Кураев. Они тоже много говорят о разложении общества на конфессиональном уровне, о дестабилизации общественного мира». Псалом 73, 4 стих. «Рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших». Иеремея 6, 27. «Башню поставил я тебе среди народа моего, с толпом, чтобы ты знал и следил путь их». Но давайте скажем правду до конца. Кто виноват, что столько сеятель на пустыре? Почему рабы и домовладыки спят в России тысячу лет?» Матфея 13, 25. «Когда же люди спали, пришел враг его, и посел между пшеницей плевелой и ушел». Иезекиэль 34, 4. «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и поранены не перевязывали, и угнаны не возвращали, и потеряны не искали, а правили ими с насилием и жестокостью». Признать нужно, что и секты, как и мусульманство, все же существуют и работают по-своему, не без промысла Божьего. Польза от сект есть. Работают с заключенными, с наркоманами и пьяницами. Если эти падшие и пропащие люди уже не будут теми, кем были, то, встречившись в темное время нам или близким нашим, не повредят нам, это уже что-то значит. А кроме того, в Россию завезли эти еретики много библии канонических и новых заветов в синодальном переводе. А это дело уж никак невозможно отнести к погибели и к войне против нас. Луки 9, 50. Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». А сколько человек они кормят, как армии спасения от голода. Эти накормлены, по крайней мере, на тот день уже не с такой яростью будут воровать на хлеб насущный. Это тоже не против нас. Вы же вопрос задали не о спасении души отдельной личности, а вот в отношении вечной души. Эти благодетели несут вечную погибель, так как они не в церкви, и попавшие к ним уже почти никогда не будут истинно православными. Если под словом «Россия», мы будем понимать только официальное православие, а не место для обитания божьих существ, тогда окажутся по полной программе лишними все, не с таким цветом кожи, не с таким разрезом глаз, не той верой. И тогда бритоголовые безумцы, убивающие не своих правы, и только они правы с Гитлером. Но тогда и мы будем уже самыми настоящими сатанистами. Ивов 22.10. «Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас». Иезекиилия 5 глава, 14-15 стих. «И сделаю тебя пустынью, и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего, и будешь посмеянием, поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобой суд во гневе ярости и в яростных казнях, я Господь изрек сие». Бог, вводя Израиля в обетованную землю, истребил изживших себя идолопоклонников, но часть их оставил с определенной целью, чтобы сыны Израиля учились воевать. Так и ныне для духовной борьбы воины нужны в живе. Эти не наши. И тогда мы увидим, что мы чуть ли не по всем параметрам проигрываем им. И тогда не займут ли они свое место выше сынов царствия? Римлянам 2 глава 26 стих. «Итак, если не обрезаны, соблюдая постановление закона, то его не обрезание не вменится ли ему в обрезание?» «Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож. Тебе природой красота дана на очень краткий срок, и потому пускай по праву перейдет она к наследику прямому твоему. В заботливых руках прекрасный дом не дрогнет перед натиском зимы, и никогда не воцарится в нем дыхание смерти, холода и тьмы. О, пусть, когда настанет твой конец! Звучат слова «Был у меня отец!» Шекспир. «Был у меня отец!»